Дорогие ребята, уважаемые гости, у нас сегодня действительно очень важный и почетный гость, министр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Михайлович Копяков. Я бы хотел, прежде всего, поздравить всех студентов с Днём студента, с Татьяной Днём, пожелать им больших личных и творческих успехов. Ну и сейчас мы перейдём уже в формат работы. Пожалуйста. Добрый день, дорогие коллеги. Я представлю экспертов, которые сегодня будут отвечать на ваши вопросы. Наши эректора Михаил Михайловича, вы знаете, министр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Михайлович Копяков. Завискитель губернатора на Сибирской области Сергей Александрович Генибов. И директор Российской Федерации Сибирского отделения Валентина Ивановна Будьяна. Итак, Михаил Михайлович, добрый день. Рады приветствовать вам слово. Доброе утро. Я слышно хорошо? Да. Я сам этот немножко слух на уши, поэтому я буду меня корректировать. Дорогие друзья, я очень рад 25 января, китайский день, здесь в Новосибирске, всех вас приветствовать. Вначале я хочу всех вас поздравить с замечательным праздником. У вас сейчас очень замечательный, наверное, один из самых ярких этапов в жизни, когда вы можете выбирать, можете размышлять над этими выборами. И я уверен, что этот выбор вам по-моему будет определять в дальнейшем ваш жизненный труд. А то усердие, то ответственность, которую вы достигаете сегодня на руку, вы добиваясь знаниями, давно вы будете определять вашу успешность. Но что еще, как и не помнится из моей студенческой жизни, является очень важной составляющей будущего успеха и сегодняшнего состояния, это возможности общения вашего между собой. Вы первый такой опыт, который вы обретаете, формируя команды, команды, которые могут, подъединяя свои усилия, делиться вместе, создавать проекты, статистические будущего, какие-то исследовательские проекты. Но это будут эти общественные, спортивные, разные-разные-разные занятия. Важна способность командообразования и запорки уже в 2-м. Это очень сильно пригодится при решении разных прокуратических задач. Очень здорово, что мы в Новосибирске можем говорить и о развитии образования, и о развитии ноги. Я думаю, что мы сегодня будем говорить в ближайшие часы. В Новосибирске уникальные, в Новосибирске к этим городам, потому что мы здесь находимся, это уникальное место в стране. Вы знаете, что мы в прошлом году совместными усилиями всех состоящих здесь, и только в этом году обсуждали новое направление, новую стратегию развития Новосибирского академика города, а и всего Сибирского академика, и всего Сибирского академика. Поэтому именно вам принимать самые известные участия в реализации этих очень масштабных планов и задач. Вам, наверное, чуть больше, чтобы из лучших учителей, потому что сегодняшний день у нас уникальные возможности определены государственные стратегические приоритеты направления развития и науки, и высшего образования. У нас есть два национальных проектов, и по этому поводу всего 12, и они все очень тесно между собой переплетены. для решения практически большинства задач из национальных проектов. Нужно серьезное научное исследование, нужно очень серьезное образование, и нужна самая операция, которая бывает. То есть нужно вместе объединять усилия разных команд из разных подгостей и делать общие большие дела. Поэтому цели определены. Мы впервые в новейшей истории имеем возможность планировать в среднесрочном периоде, а именно на 6 лет практически, поэтому и ресурсы у нас для этого есть, и задачи достаточно четко понятные, и проекты для этого формируются. Поэтому я думаю, что мы сегодня, в том числе, об этих вопросах вместе с вами поговорим. И, в общем, кому как не вам, принимать самое активное участие. Сейчас обсуждение, а уже буквально завтра по реализации этих масштабных больших планов. Поэтому еще раз всех вас с праздником, всего самого доброго, и никогда не останавливайтесь на достигнутом. Даже если совершена какая-то ошибка, от этого, как говорится, капитализация только возрастает. Я думаю, что это не одна и даже ошибка, несколько раз подряд тогда, в общем, не вернуться и подумать, что мы делаем. В целом, пожалуйста, коллега, ваши вопросы. И я думаю, что мы здесь отвечать будем все вместе. Валерий Иванович сегодня представляет не только Институт Катализа, один из лучших в стране и в мире. Он сегодня, на сегодняшний день, исполняет обязанности руководителя всего Сибирского отеля и Российской Академии Новых. Поэтому он здесь и в этом качестве тоже, подключаясь к вопросам, я буду адресовывать Сергею Александровичу и Валерию Ивановичу, и вам тоже, я думаю, достанется. Пожалуйста. Коллеги, задаем вопросы очень динамично, да, у нас не так много времени. Не забывайте представлять, чтобы было понятно, из какого контекста вы задаете вопросы. И мы задаем по поднятой руке, да, чтобы было понятно. Сейчас, подойдите. Мне сначала надо это. Кому? Давайте, молодому человеку. Здравствуйте. Я Ван Бейвер Андрей Андреасович, заведующий лабораторией алгоритмики механико-математического факультета. И хотел бы спросить, планируется ли упрощение порядка признания иностранных степеней в России, потому что действующий порядок препятствует не только привлечению сюда иностранных ученых на долгосрочной основе, но также препятствует возвращению сюда молодых российских ученых, получивших ученую степень за рубежом. Я приведу конкретный пример. Я был приглашен сюда 4 года назад из Германии. Мне здесь понравилось, я хочу здесь остаться. Получил уже и российское гражданство, но моя ученая степень, которую я получил в Берлинском техническом университете, здесь не признается. В итоге я не могу участвовать в некоторых конкурсах на гранты, не имею возможности защитить докторскую, не имею права руководить аспирантами, и даже с магистрантами бывают проблемы. И вся проблема заключается в следующем, что Берлинский технический университет входит в топ-150 рейтинга Times и QS, но занимает всего лишь 302 место в шанхайском рейтинге. Если бы он поднялся на два места, моя степень бы автоматически призналась, потому что тогда университет попал бы в перечень университетов, степени которых автоматически признаются в России, а так он не попал. Мне в 16-м году из Минобранауки ответили, что для признания моей степени придется перевести всю диссертацию на русский язык, несмотря на то, что она написана на английском языке, что все результаты опубликованы в престижных международных журналах, что моими рецензентами были признаны во всем мире ученые в моей области. Спасибо. Спасибо. Так, сразу серьезный план вы подняли первым же вопросом. Вопрос развития глобальной конкурентоспособности российского образования, российской науки – это вопросы, которые сегодня находятся в самом центре нашего внимания, и, собственно, они определяют те масштабные задачи, которые есть в национальных проектах. Безусловно, международная составляющая этой задачи, она достаточно принципиальна. Другое дело, на ваш вопрос можно попробовать ответить частно предметно именно в вашем конкретном случае, а можно все-таки более, наверное, широко посмотреть на эту проблему. Сегодня и университеты российские, и Новосибирский госуниверситет здесь один из лидеров этого проекта, достаточно динамично развивают свои международные, глобальные конкурентоспособные позиции, в том числе и в рейтингах. Хотя рейтинги для нас не являются все-таки самоцелью, скорее это уже больший индикатор наших внутренних содержательных успехов в развитии исследований, в развитии качества образования. Но и вот такого рода контакты университетов с университетами и заключение межгосударственных соглашений о признании ученых степеней, в том числе и совместных образовательных программ, сегодня является одним из основных элементов нашей международной повестки. Здесь всегда приходится очень детально изучать ситуацию, и в международных отношениях достаточно такая живая материя, там очень много нюансов. Поэтому мы точно будем смотреть на вот эти вот рамки автоматически, не автоматически, там зависит от государства, зависит от университетских контактов и так далее, и так далее. Вы знаете, что на сегодня часть российских, думаю, что вы знаете об этом, часть российских университетов получили возможность ученые степени присуждать самостоятельно. Другое дело, что на сегодня пока не все из тех, кто получил такую возможность юридически, по факту этим воспользовались. В общем, одна из задач была этого эксперимента, именно попробовать более гибкую модель, в том числе и международного сотрудничества развивать по этому направлению, имея в виду, что все-таки университеты с хорошей репутацией могут готовить самостоятельно совместные программы, в том числе и программы исследовательские, программы образовательные, программы по нашему аспирантуры, карантуры, программы PHD и так далее, и так далее. Поэтому этот вопрос в фокусе нашего внимания, в рамках национального проекта мы будем к нему точно совершенно возвращаться. Спасибо вам, что вы приехали, и я уверен, что вам здесь очень интересно, и вы здесь останетесь и дальше. Хорошо. Вопросы? Вот девушка руку тянет. Добрый день. Добрый день. Меня зовут Настя. Я ученица 11 класса Солнц-НГУ. И я бы хотела вам задать вопрос, который волнует сейчас многих людей, и в частности взрослых, и в частности мою семью. Сейчас, можно сказать, ходят слухи о том, что среднее образование станет платным. И это… Кое образование станет? Среднее. Что будет какое-то количество часов, допустим, математики русского, там, и вроде как физкультура бесплатна, а такие предметы, как химия, биология, физика и, ну, вот, география, например, они будут платными. И это же, если бы, допустим, это произошло, оно серьезно повлияло бы и на высшее образование, и на науку. Вот. И как вы, допустим, относитесь к этому, и, может быть, вы можете как-то успокоить? Настя, не верьте слухам. Общее образование является государственной гарантией, которая в Конституции закреплена. Поэтому здесь речи даже быть не может о том, что часть предметов будут платными, часть будут бесплатными. У нас, честно говоря, там это вопрос больше компетенции субъектов Федерации, но я уверен, что и у них таких инициатив быть даже не может. Так что спокойно осваивайте программы и успешно вам поступление в университет. Ну да, да. Спасибо большое. Здравствуйте. Альберт Григорьев, экономический факультет, первый курс. Михаил Михайлович, вот знаю, что вы тоже имеете финансовую специальность, и хочу задать следующий вопрос. Какие знания и навыки, полученные вами в университете, пригодились вам на должности министра финансов Красноярского края и пригождаются ли они сейчас вам на вашей нынешней должности? Спасибо. Спасибо. Хороший вопрос. Хоть уже немало лет прошло с тех пор, как я закончил университетскую программу, но тем не менее, очень часто вспоминаю учебу и не могу, конечно, похвастаться тем, что многие предметы сейчас очень глубоко могут воспроизвести, но тем не менее, что все-таки очень важно, я бы говорил в начале, нужно и знать предметы, но еще очень важно уметь воспользоваться знаниями, когда нужно решить практическую задачу. Для выпускника университета одно без другого оно здорово теряет ценность. Поэтому в практическом плане мне очень повезло с той образовательной программой, которую я мог освоить. У меня было все-таки достаточно много математики, и это здорово было для меня лично, потому что это было четко, что называется, последовательно все разложено. Но очень важно, что у нас в университете была хорошая гуманитарная составляющая. Я не знаю, по какой программе вы отвечаете, но после формы грамотанализа мы шли в малоконцертный зал и слушали классические произведения. После теории вероятности были истории, теории изобразительного искусства, и тогда, может быть, я еще не точно воспроизвожу название, но смысл был такой, что это было все очень гармонично связано и позволяло развиваться в разных направлениях. Сегодня я точно благодарен своим учителям за такую многогранную программу и за возможность это делать. Но что еще было очень важно, это та самая возможность общения. Мы с первого курса, я считаю, что мне точно повезло, что мы съездили на сельхоз работы, и это две недели, которые наш первый курс сплотили очень сильно, и мы этой командой со многими ребятами до сих пор общаемся, работаем и двигаемся вместе. Это были и спортивные мероприятия, это были и общественные мероприятия, и тот же самый КВН и так далее, и так далее. Поэтому и базовые знания до сих пор пригождаются, и возможность такого межличностного общения, это тоже очень важно, очень серьезно. Поэтому не теряйте времени. У вас сейчас очень... Каждая 16 минута дорогая. Спасибо, спасибо за вопрос. Коллеги. Давайте вот кого-то сзади приду, да? Спросим. Туда. Еще, вот девушка. Спасибо. Здравствуйте, Анастасия Карпенко, замдекана Мехмата. Занимаюсь я аспирантурой, и очень много общаюсь с нашими аспирантами и, соответственно, будущими учеными. Хочу задать вопрос про практику жилищных сертификатов для молодых ученых. Для сотрудников Академии наук такие сертификаты выдавались, и они очень хорошо помогали молодым ученым улучшить свои жилищные условия. Однако же для тех, кто занимался исследованием в университете, это было невозможно. Вот в частности, у меня такое не случилось, потому что я именно пошла в университет. Теперь мы университеты и институты в одном новом министерстве науки и высшего образования. Вот будет ли как-то исправлена эта, ну, на мой взгляд, несправедливость того, что и наши ученые смогут улучшить свои положения именно в области жилищного. Спасибо. Давайте мы этот вопрос более детально проработаем. На мой взгляд, там не должно быть таких вот категориальных решений, для меня, потому что, может быть, есть какие-то дополнительные. Почему университет не включен? Да, университет, в принципе, сейчас включается в эту программу, вернее, включен, и даже когда сертификаты выдавали, и вот была программа коттеджного строительства в Саране, связанная с Вестой и Сигмой, по отдельным запросам лично я, например, для своей молодой сотрудницы, через запрос в Минобор тогда эти вопросы решали. Поэтому я думаю, что не будет никаких проблем с этим. Николай Николаевич, сейчас к вам индивидуально пойдут люди устраиваться. Ну, при условии, что если ко мне пойдут специализироваться, то, конечно. Все поняли, что нужно специализироваться, Николай Николаевич. У нас идет борьба за хороших студентов, поэтому... Так что... Давайте мы поработаем над системными решениями, особенно, я думаю, что, может, сейчас и Сергей Александрович дополнит, в рамках программы Академгородок 2.0 мы серьезно говорили с губернатором области о том, что это системное сбалансированное решение. Там развитие должно получить не только научные и образовательные организации, там должна развиваться и инфраструктура, транспортная инфраструктура, инженерная инфраструктура, социальная инфраструктура. Это сбалансированные комплексные проекты, для его реализации нужны будут разные-разные механизмы. Доброе утро, дорогие друзья. Я на самом деле искренне хочу вас тоже поздравить от имени губернатора на Северской области Александра Штравникова с Днем российского студенчества, поблагодарить Михаила Михайловича, что именно в этот день выбрал наш регион. Я хорошо понимаю, что вот в таком возрасте студентом я уже не буду, и поэтому я только хочу вам действительно присоединиться к словам Михаила Михайловича, пожелать, чтобы сегодня вы пользовались всеми возможностями, творили, двигались дальше и воплощали те мечты, которые вы себе надумали. На самом деле, действительно, это комплексный проект Академгородок 2.0, и это системные вещи, связанные с развитием социальной инфраструктуры, это и строительство школ, и строительство дошкольных учреждений, здравоохранения. Мы сейчас прорабатываем все вопросы учреждения культуры, и неотъемлемой составляющей является вопрос жилья. Поэтому есть особое поручение губернатора, мы сейчас отрабатываем по порядкам, по технологиям, по финансированию, поэтому это системный комплексный проект, в том числе, вот о чем сегодня задавали вопрос, по вопросам жилищным сертификатам, то есть в рамках правового поля мы сейчас этой работой занимаемся, отрабатываем. Поэтому думаю, что это одна из тех тактических, стратегических задач в решении вопроса Академгородок 2.0. Спасибо. Спасибо, Сергей Александрович. Ну а в целом, я, честно говоря, не сомневаюсь, что ваша активность позволит и без сертификата решать такие задачи. Хотя сертификат важная, важная программа, и мы ее точно будем продолжать. Пожалуйста. Доброе утро. Александр Злобин закончил бакалавриат и магистратуру Новосибирского государственного университета. Сейчас аспирант Института цитологии и генетики Сара. У меня вопрос такой более глобальный. Широко известно, что зарубежные университеты имеют очень большую долю финансирования с патентов. Например, Массачусетский технологический институт, который находится в топе рейтинга всех университетов, он имел на 2017 год более 200 патентов. Однако в российских университетах вообще практически нет практики патентов и получения денег с этих патентов. То есть если как-то в институтах Российской Академии Наук это развито, то в университетах это не развито вовсе. Есть ли какие-то мысли и решения, которые будут приниматься для того, чтобы университеты получали не только финансирование от государства, но и имели собственный доход с тех же патентов? Спасибо. Спасибо. Не то, что мысли есть, а и задачи такие поставлены, и планы очень четкие по этому поводу. Только ведь вопрос, мы должны понимать, что сам по себе патент, который получен, он еще доход-то не приносит. Для того, чтобы университет получил доход, нужно, чтобы это решение было реализуемо и было реализовано. В этом смысле мы знаем практику, когда патентов очень много, а практическая ценность или практическая реализация этих идей на очень скромном уровне находится. Поэтому я хочу как раз вас ориентировать на то, чтобы, решая практические задачи, собственно говоря, осуществляя новые разработки и их правовую охрану, ориентироваться на практическое применение этих идей. Потому что часто я, в общем, много раз эти вопросы обсуждал, говорят, вот у нас есть такая разработка, но она особо, звонок оказывается, но она особо никому не нужна. Начинаешь разбираться, а почему не нужна, на каких технологические мощности она рассчитана, на какой рынок она рассчитана, Просчитана ли экономика, вот вопрос экономисты задают, ответов пока нет. Поэтому, когда мы работу такую ведем, и я очень сильно здесь рассчитываю действительно на университеты, что это будет комплексный подход, и работа должна быть действительно поставлена на очень такую серьезную и системную основу. Поэтому, если говорить о цифрах формально, то увеличение количества патентных заявок в России, это есть одна из основных составляющих национальных проектов в сфере науки. И здесь нам нужны очень серьезные результаты, там общий прирост патентов по приоритетным направлениям развития науки и технологий, которые мы определили вместе с Российской Академией Наук, должен составить более 60% за предстоящие несколько лет. Поэтому это очень важно, и здесь университеты будут играть точно совершенно одну из самых ключевых и важных ролей. Поэтому, Михаил Анатольевич считает, что мы сегодня об этом поговорили. Жду от вас совершенно практических предложений. Думаю, что в следующую встречу, в следующем году, будем уже проводить с более оптимистичными ожиданиями. Спасибо. Но это не только университетов касается, это и, в общем, академический институт. Я знаю, что в этом очень серьезно работают, и база неплохая сформирована. Но вот наша задача на сегодняшний день, два слова скажу. В 2016 году президент утвердил стратегию научно-технологического развития до 2035 года. Это очень серьезный документ. Фактически он предполагает такой 20-летний срок планирования, но он написан таким не очень традиционным для такого рода документов языком. То есть он не такой не чиновничий, сухой, раз, два, три, а он сформирован от больших вызовов, с которыми человечество и общество в целом сталкивается и будет сталкиваться. И необходимости приоритизации наших усилий для того, чтобы на эти вызовы иметь возможность отвечать. А чтобы ответы были еще и практическими, нам необходимо очень серьезно перейти к таким проектам полного цикла. От идеи до практического применения и масштабирования. Вот такие проекты получили рабочее пока сейчас название комплексные научно-технические программы. Буквально вчера мы закончили последний этап согласования правительственного постановления, которое будет определять порядок подготовки такого рода программ. Но принципиально важным является именно то, что мы должны говорить о проектах, проектах, в которых степень зрелости технологий будет являться основным предметом нашего обсуждения. Поэтому идея, переход в экспериментальные этапы, переход в масштабирование и переход непосредственно уже в рынок и дальше в государственное технологическое регулирование. Вот такого рода программы станут объектом общего внимания. Очевидно в этой связи, что подготовить такую программу, находясь только в университете или только в научном институте, практически невозможно. Для такой работы нужна серьезная кооперация. Я еще раз возвращаюсь к тому, что нужны команды, нужно объединяться вместе и вместе достигать большого дела. Поэтому мы очень рассчитываем, что в этих проектах будут и институты Академии наук, и университеты, и наши индустриальные партнеры, и все институты развития. И все, что нужно делать для поддержки таких идей, мы точно совершенно будем делать. А вы, я не сомневаюсь, будете в этом принимать самое, что у меня есть практическое участие и в университетских стенах, и в академических, и уже непосредственно находясь в реальных экономических условиях. Коллеги, ваши вопросы ускоряемся. Вот молодой человек. Здравствуйте, меня зовут Иннокентий, я аспирант физического факультета Новосибирского госуниверситета. Мой вопрос такой. Известно, что сейчас одной из приоритетных задач науки является технологический прорыв. И в частности, мой вопрос касается, существуют ли схемы оптимизации финансирования науки, или вы считаете, что прорыв может быть достижен, достигается при сохранении существующей системы финансирования. Имеется в виду, что при получении грантов на формальное получение средств, на проведение закупок тратится 25-40% времени. Возможно ли изменить систему так, чтобы времени на работы, собственно, по проектам и грантам оставалось больше? Спасибо. Если бы только в этом была самая главная проблема, сейчас в целом общий бюджет российской науки, он сегодня составляет чуть больше 1% валового внутреннего продукта. Это достаточно скромная цифра по мировым меркам. При этом наша задача ее увеличить кратно. Стратегия научно-технологического развития, о которой сегодня я уже говорил, предполагает выход на уровень не меньше 2% пунктов. Если говорить о структуре сегодняшнего бюджета, то 70% это средства, которые выделяет государство. И лишь 30% это те инвестиции, я именно так это назову, которые осуществляет частный сектор российской экономики. И в этом смысле мы, конечно, существенно отличаемся от ведущих научно-технологических держав мира на сегодняшний. день. И задача, которую нам необходимо решить, вот это соотношение, поменять в сторону именно большей доли частных средств, финансирования исследований и разработок. И это является очень принципиальной задачей, потому что ее решение, в общем, оно требует глубоких преобразований, оно требует формирования очень открытой системы взаимодействия государственных организаций, неважно, то университетов, институтов, академии наук и наших индустриальных партнеров, компаний. То есть здесь должна быть очень открытая и очень такая доверительная атмосфера в обсуждении проектов и подходы к поиску ответов на эти вопросы. Я очень часто слышу такие комментарии, что нашими проектами бизнес не интересуется, а с другой стороны от компаний индустриальных, слышишь, а там у вас нет идей и нет готовых решений. Действительно, готовых решений трудно найти для практических, иногда очень предметных вопросов. Но очень важно, чтобы у нас были компетенции, необходимые для поиска этих решений. С одной стороны, с другой стороны, желание искать ответы на эти вопросы и терпение, потому что не все ответы достаточно быстро можно найти. Но делать это все нужно очень ответственно и очень квалифицированно. Поэтому это как раз часть вот тех самых комплексных технических программ, о которых я говорил. Мы рассчитываем, что именно на площадке этих проектов мы сможем такую атмосферу формировать. У нас, в общем, есть некоторые уже первые успехи и мне очень приятно, что часть этих успехов, она, в общем, в Сибири у нас была опробирована. И Валерий Иванович знает об этих задачках. И в этом смысле изменение общего объема. Государство утвердило бюджетную составляющую в рамках нацпроекта. Она не снижается, она растет ежегодно. Но индустриальные средства должны расти еще быстрее. И в этом смысле мы должны быть на этом максимально сориентированы. В общем-то, и вы уже обучаясь в аспирантуре, являетесь активным участником такого рода проектов. Гранты – это лишь одна из частей. Там тоже есть над чем подумать. Мы с коллегами и с руководителями фондов недавно это обсуждали. важно, чтобы действительно сутевая составляющая была доминирующей по времени, а уже оформительские и технические вещи были бы обеспечивающими и ни в коем случае не наоборот. Валерий Иванович, есть, может быть, что-то еще дополнить? Вы один из ярких у нас сегодня участников этого проекта. Спасибо. Ну, на самом деле, как и все предыдущие ораторы, хочу поздравить всех присутствующих здесь с 25 января, днем, Татьяниным днем. Сказать, что большинство здесь присутствующих уже в своей жизни сделали очень серьезный и, на мой взгляд, абсолютно верный вывод в пользу Новосибирского государственного университета. Я сам являюсь его выпускником. И хочу сказать, что вопросы, которые сейчас задавались и обсуждались, последние несколько вопросов, они, на самом деле, настолько точно ложатся в повестку нашей стратегической сессии, которая обсуждалась с заместителями Михаила Михайловича вчера и сегодня, касательно и патентов, и облегчения процедур закупки расходных материалов и химреактивов. И некоторые предложения сегодня на пленарной лекции я, как модератор одной из таких секций, буду делать. Так что действительно, это очень важно. И очень важно понимать, что перед в том числе академической наукой стоит серьезный вызов в развитии российской экономики, производства. И наше участие, оно должно быть, конечно, фундаментальные исследования, они чрезвычайно важны, но если мы не научимся привлекать средства дополнительные, да, на, опять же, исследования и разработки, но другого, более прикладного характера, то, по большому счету, и развитие институтов, и развитие университетов, ну, оно затормозится. Я хочу сказать, действительно, Михаил Михайлович абсолютно прав, что в Сибири есть очень серьезные примеры, не только в Новосибирске, хотя Новосибирск является, в общем, флагманом здесь, по заключению таких договоров, которые уже сравниваются с бюджетами институтов, бюджетами университетов от наших индустриальных партнеров, это компании, прежде всего, с госучастием, ну, очевидно, что это нефтепереработка, это материаловедение, это биология в некоторых позициях, все вы знаете, кольцовские наши тут, в общем, успехи, вектора, и поэтому я считаю, что, действительно, перспективы у обучающихся в настоящий момент студентов очень серьезные, и наша задача уже директоров институтов и руководителей университетов действительно создать вместе естественно с госучастием, то есть с министрами не только науки и высшего образования, но и промышленности, торговли и разных других, вот этот вектор задать развитие и привлечение дополнительных средств в исследование и разработки с тем, чтобы опережающим темпом увеличить вклад этих средств в развитие нашей науки. Спасибо за внимание. Валерий Иванович, Михаил Петрович, у меня просьба к вам в этой связи в такого рода проекты и молодых ученых, и аспирантов, и даже студентов вовлекать как можно на более ранней стадии, потому что в процессе создания технологий ребята будут принимать самое непосредственное участие, и потом, собственно, они же, выходя на рынок труда, уже будут носителями этих технологий, и наши индустриальные партнеры рассчитывают, что мы это будем делать. Это повысит серьезную и практическую составляющую подготовки и повысит, я не сомневаюсь, результативность исследовательских наших программ, и на следующих этапах будет обеспечить более тесную интеграцию коллективов, работающих в университетах, в институтах, на предприятиях, потому что это будут, собственно говоря, сегодняшние аудитории, ребята, они разделятся на третье подразделения и будут продолжать вместе решать большие задачи. Подтверждение того, что сейчас Михаил Михайлович сказал, вот я уже говорил о том, что университет сейчас заключает крупные договора с такой компанией, как Газпромнефть, и научно-технический центр по добыче, который расположен в Санкт-Петербурге, насыщен выпускниками Новосибирского государственного университета, и очевидно, что вот эта вот связь альбоматорная, она помогает преодолению вот этих барьеров и принятию решений о финансировании разработок именно в Новосибирском госуниверситете. Спасибо. Коллеги, дальше ваши вопросы. Кого-то оттуда хочу спросить. А вот молодой человек на самой последней партии, только быстро. Микрофон. А сейчас отлично. Иваньков, Ивань, третий курс механико-математический факультет. Михаил Михайлович, хотел спросить, как думаете, есть ли смысл вернуться к системе распределения после вузов? А вы сами-то этого хотите, нет? Ну, и да, и нет. Вот и я, вот и я об этом же. Хорошо? Смотрите, распределение в сегодняшних условиях экономических представить себе достаточно непросто. Потому что, в общем, вы поступили самостоятельно, учились хорошо, закончили, и вдруг, говорите, вам нужно теперь поехать вот туда и там поработать. А почему? Но, тем не менее, практическая связь образования и будущего рабочего места достаточно важно обеспечивать. Поэтому мы сегодня развиваем соответствующие сегодняшнему времени формы, которые бы, с одной стороны, гарантировали выпускникам рабочее место, но, с другой стороны, предполагали бы и встречные обязательства. Этот механизм называется целевой прием и целевое обучение. С 1 января, фактически, вот уже сегодня, изменено законодательство и такого рода соглашения, договоры, а не трехсторонние. Вы, университет, работодатель, договариваетесь, это можно сделать на этапе поступления, можно сделать на этапе уже обучения, о том, что каждый из участников принимает на себя обязательства. Студент должен успешно освоить образовательную программу и выйти на то рабочее место, которое работатель ему гарантирует. И это, в некотором смысле, гарантии встречные. Если кто-то от этих гарантий уходит, соответственно, должен возместить затраты, понесенные. Там есть возможность и дополнительных стипендий, там есть возможность и дополнительного профессионального сотрудничества, это все возможности. Но ключевое, что вы заранее можете определиться. Интересно вам это рабочее место? Оно будет вас ждать. Если вы в этом участвуете. Но всегда выбор есть. Это не является обязательным. Это не является на сегодня доминирующим. Сегодня все это делается в рамках условной квоты целевого приема, целевого обучения. И это сегодня не превышает пока еще 10% в целом по стране. Поэтому мы будем проводить мониторинг успешности этого проекта. Если востребованность будет, если будут соответствующие результаты, общая заинтересованность, будем это направление развивать. Это альтернатива тому самому распределению, о котором вы, я думаю, говорили. Пожалуйста. Вот молодой человек давно руку тянет. Здравствуйте. Меня зовут Костя. Я являюсь учеником Сунцингу уже два с половиной года. Сейчас обучаюсь в 11 классе. И не секрет, что на данный момент физико-математические школы по всей стране не финансируются, при этом, что все они имеют интернатное содержание. И этот вопрос волнует меня, волнует моих одноклассников, людей со школы и людей, которые поступают, потому что многие дети, в том числе мои знакомые, талантливые, умные люди не могут поступить сюда только потому, что родители не могут обеспечить им обучение здесь. Так вот, мой вопрос. Будет ли эта проблема решаться и какие шаги вы планируете предпринять? Спасибо, Костя, за вопрос. Мы его уже несколько раз к нему возвращались и я думаю, что мы найдем возможность в 2019 году с этой проблемой исправиться. Все-таки образовательную составляющую сегодня в рамках государственного задания бюджет обеспечивает, правильно? По образованию нет вопросов. Остались вопросы только по фактически второй составляющей этой программы по проживанию здесь. Для университета это в общем расчетный объем затрат и он не является критическим. Поэтому мы найдем решение, как с этой проблемой справиться. Сегодня в системе министерства несколько таких школ СУНЦУ и в рамках национального проекта мы ставим перед собой задачу развивать это направление. Оно является принципиально важным. Но я понимаю вторую составляющую. Действительно должны школы работать на принципе межрегиональных центрах, обеспечивая подготовку тех, кто действительно готов эту программу очень непростую осваивать. Поэтому, Михаил Петрович, уверен, что мы с вами здесь найдем все необходимые ответы на эти вопросы. Спасибо, Михаил Михайлович. И пользуясь случаем, хотелось бы пригласить вас к нам в школу и вручить сувенир. Это. Спасибо. Я вас уже был в прошлом году. Вот это фумышонок, символ нашей школы. Надеемся, что он будет напоминать вам о нас. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Ребята, задаем вопросы. Молодой человек. Потом вас прошу. Добрый день. Иленков Роман, Институт лазерной физики, председатель Совета научной молодежи. Микрофон только, пожалуйста. У меня вопрос, который является продолжением вопроса, который сегодня уже задавали. Это касается ФЦП-жилища. Мне кажется, что сейчас условия получения ФЦП-жилища, я бы сказал, слишком тяжелые. Конкретно меня беспокоят два пункта. Первый, это то, что если у тебя есть хотя бы какая-то недвижимость или ее часть в любой части России, например, ты из Владивостока приехал в Москву. У тебя там какая-то одна четвертая твоей квартиры, ты не имеешь права придавать на эту программу. И вторая очень серьезная проблема, там есть еще одно условие, которое говорит о том, что должен быть научный инстаз уже 5 лет. К сожалению, не все лаборатории, не все, касательно институтов, я просто лучше это знаю, естественно, могут брать студентов сразу на научную ставку, не на инженер. Поэтому мы получаем, что когда человек приходит в аспирантуру, да, у него обычная научная ставка, младший научный сотрудник. Аспирантура у нас 4 года, там требуется 5. Поэтому возникает люфт в один год, который достаточно, ну, нужно как-то заполнять, если человеку нужно где-то жить. Вот. То есть, если он сразу защищается после аспирантуры, как сейчас, как мне кажется, идет в эту сторону, что человек должен защититься после аспирантуры, у него все равно возникает тот год, который он в некотором вакууме находится. Вот. Мне кажется, что система достаточно, требования в некотором слишком жесткие, конкретно таких двух пунктов. Спасибо. Так это мнение или вопрос? Это вопрос, и что с этим планируется делать, если это считается проблемой? Значит, эти нормы, они не, собственно, не федеральной целевой программой сформулированы, это базовые требования, которые вытекают из общих норм российского жилищного законодательства. С одной стороны. С другой стороны, все-таки мы вместе все должны понимать, что формы решения жилищного вопроса бывают разные. Бывает служебное жилье, которое предоставляется на период работы в организации, и в этом смысле это одна степень свободы. А сертификат, это, собственно говоря, уже средство, которое вы получаете в свое личное распоряжение, и, как правило, сертификат не покрывает всю стоимость квартиры, но и вы не обязаны возвращать, если вы меняете место работы. Поэтому служебное жилье можно получить, условно говоря, на старте работы в организации, а сертификат уже по итогам какого-то периода времени, когда, в общем, есть у всех участников понимание, что этот сертификат действительно можно было бы выдать. Поэтому еще раз, я не первый же вопрос слышу, не надо только о сертификатах в этом смысле вести речь, и это важно и для директоров наших организаций, и для директоров университетов, и, в общем-то, для регионов, где все это происходит. Решение жилищного вопроса должно идти комплексно по различным направлениям. Собственно, так ФЦП-жилище и устроено. Там было и строительство жилья в свое время, была и покупка готового жилья и предоставление сертификатов, чтобы была возможность более гибко выбирать. И кроме всего прочего, еще, вот Валерий Иванович говорил, есть практика, когда жилищные такого рода проекты инициируются уже непосредственно организациями. Здесь тоже есть форма соответствующей поддержки. Я могу два слова добавить, что в рамках, по крайней мере, Новосибирска существует программа запуска жилищно-строительных кооперативов для молодых ученых, как вы знаете, и в принципе на землях ранее принадлежных, ну или находящихся в оперативном управлении сибирского отделения, то есть бесплатно передавалась земля и под такие жилищно-строительные кооперативы уже, ну вот вы знаете, Базон, Протон, и там в принципе есть дальнейшие планы, Базон, четыре дома почти достроено, по квотам на все институты распределено соответствующие квоты, стоимость жилья, это не бесплатное жилье, но оно поступает в собственность, то есть стоимость жилья определяется нормами Минстроя, и оно где-то примерно на уровне 40 тысяч за квадратный метр, а стоимость готового жилья после этого будет, конечно, в два, в два с половиной раза больше. Это тоже серьезная система поддержки, она реализована директорами институтов Новосибирских. Ну и она будет продолжаться. Коллеги, у нас последний вопрос девушке пообещала, давайте очень лаконично и очень хорошо задавать. Здравствуйте, меня зовут Фатима, я из Ирана, я во второй курсе по медицински. Извините, у меня есть вопрос, есть ли возможно для иностранных студентов получать стипендию для изучения медицинских или нет? чтобы изучать что? Стипендию для медицинских студентов. Спасибо. Вы имеете в виду для иностранных студентов, чтобы изучать медицину в России? То есть можно ли получить стипендию, чтобы получить... я попробую перевести. Вопрос заключается в том, что возможно ли какие-то программы по финансированию обучения медицине в России для иностранных студентов. То есть, ребята, иностранные студенты, они учатся в России, и они бы хотели какую-то поддержку, можно ли реализовать такие программы для привлечения иностранных студентов в Россию? И нужно ли это? Значит, нужно ли это? Это точно нужно, если об этом говорить. Задача в ближайшие, теперь уже практически 5 лет, количество студентов, обучающихся в России, приехавших из других государств, увеличить в 2 раза. И по этим показателям Россия будет одним из лидеров в мире по общему количеству. Я просто цифры приведу. Сегодня в России обучается около 300 тысяч иностранных студентов. Должно быть в 2 раза больше, вы считать умеете сами хорошо. И это очень серьезная масштабная задача. Она требует и развития, собственно, содержания образовательных программ, и инфраструктура, в том числе социальная, о которой мы уже сегодня говорили. И, в общем, она требует поддержки и талантов. Вот я так понимаю, что стипендия, о которой вы говорили, это практика, которая ведущими университетами мира так или иначе практикуется, когда при определенном уровне успешности можно рассчитывать на какую-то гранд-стипендию для того, чтобы иметь поддержку. В принципе, такого рода проекты сегодня университеты могут инициировать. И такая практика уже зарождается в стране. Да, это не является массовым пока, но требует и ресурсов специальных. Но в целом такие успехи есть. Кроме того, у нас есть специальная программа, когда в рамках межгосударственных квот и соглашений определенная подготовка проводится. И там участие федерального бюджета достаточно существенное. Просто здесь нужно посмотреть четкую программу, университет, где вы это хотите реализовать, и наличие такого межгосударственного соглашения между соответствующими странами. Там не только медицина, там широкий спектр специальностей. Коллеги, ну все, наше время вышло. Давайте мы еще все-таки можем себе позволить пять минут. Я вижу здесь девушку, вы из-за камеры не видите, а она прямо готова. Хорошо, девушки, пожалуйста, микрофон. Здравствуйте, меня зовут Алена, студентка Мехмата. Чуть громче, я прошу прощения. Меня зовут Алена, студентка Мехмата. Планируется ли повышение стипендии для студентов-очников и достигнет ли она прожиточного минимума? Вот это да. Это к вам вопрос, Михаил Сустрович. Я повторю. Планируется ли повышать стипендию студентам-очникам? Я думаю, планируется, но это так, я так же ответил, как и вопрос задали. Но если говорить существенно, если отвечать существенно, более подробно, то вы знаете, что в Новосибирском университете для тех студентов хорошо учатся. Мы делаем специальные программы и стипендии. Вообще очень много именных стипендий и от сибирского отделения, и стипендий по линии, кстати, и компаний очень крупных, в частности, например, Бритиш Петролиум и другие. С другой стороны, для привлечения студентов, это наш ответ в некотором смысле на конкуренцию с ведущими вузами, мы в этом году запустили стипендиальную программу, например, для студентов, которые поступают в университет без экзаменов олимпиадников. Если они поступают в олимпиаднике, то же стипендиальная программа, программы очень обширные, и на эти программы университет тратит довольно много денег. В общем, мне кажется, что для тех студентов, которые учатся, есть очень большие стипендиальные программы от институтов, например, Институт ядерной физики платит на стипендиальные программы для студентов и физиков, и для учеников физмат-школы в год порядка 50 миллионов рублей из своего бюджета, поскольку другие деньги он тратить не может просто по законодательству. Поэтому, в принципе, возможности для получения хороших стипендий, а эти стипендии очень хорошие, некоторые члены Академии говорят, если бы у меня была такая стипендия, там по 15-20 тысяч, то это хорошее подспорье, на самом деле. Поэтому Валерий Иванович, он сейчас добавит, конечно. Ну, я на самом деле, конечно, не отвечу. Я понял, что конец вопроса, который утонул в овациях, достигнет ли она прожиточного минимума, правильно, да? Со стороны, ну, сибирского отделения или директоров, директорского корпуса институтов, я только могу сказать, потерпите до четвертого курса. Слава Богу, в Новосибирском госуниверситете, можно и с первого, конечно, приходить, программы во всех институтах существуют по приему на работу, получение, ну, понятно, выполнение некоторых работ, включая курсовые и получение средств за это. Но начиная уже с четвертого курса, когда начинается специализация, да, и вы обязательно придете в какой-либо институт, то во всех серьезных институтах, собственно, они тоже конкурируют между собой именно этими позициями. Вы обязательно трудоустраиваетесь на определенную долю ставки, попадаете в подразделения, которые участвуют в выполнении тех или иных грантов и проектов. И, соответственно, ну, а у нас, например, в институте никто не получает ниже прожиточного минимума. Так что я могу сказать, с четвертого курса, если вы в каталис придете, точно ваша стипендия достигнет. Я бы еще хотел добавить, вот я тут подтверждаю слова Валерия Ивановича, что надо правильно выбирать научные группы, если говорить о занятиях науки, научных руководителей, где, как бы, есть гранты. И там, конечно, студенты имеют самые широчайшие возможности для улучшения своего финансового состояния. Но я думаю, на уровне государства стипендии будут тоже расти. Государственные стипендии. Смотрите, я, в общем, не зря, наверное, передал, да, руководителям организации ответы на эти вопросы, потому что стипендия на сегодняшний день, она решение по стипендиальным вопросам передано в организации. В этом смысле здесь вы вправе самостоятельно настраивать система государственной поддержки, она очень многогранная. То есть есть общий стипендиальный фонд, которым распоряжается университет, исходя из решения многих задач. Это и успеваемость академическая, это и социальная активность и так далее. Есть специальные стипендиальные программы, которые предполагают дополнительную поддержку отдельных успехов. И они также переданы в университеты. Единственное, Михаил Петрович, ваша фраза, я просто не могу не среагировать. Правильно нужно выбирать научного руководителя. Задача университета и вас как ректора в этом смысле обеспечить правильную навигацию и максимально открытую информацию с одной стороны, а с другой стороны расширение таких партнерских программ, как программы с индустриальными компаниями, где тоже многие, я знаю, такие запускают программы дополнительной поддержки, программы того самого целевого обучения, которые предполагают возможность дополнительной социальной, материальной поддержки и так далее, и так далее. Вот, собственно, для этого и университет, чтобы дать возможности максимально каждому реализоваться. Спасибо. Не зря мы вам вопрос, да, Витя, какое оживление. Ну что, еще я думаю, что мы один вопрос успеем, если есть горячее какое-то желание прямо его задать. Куда? На усмотрение модератора уже нет. Куда? Давайте вот молодой человек. Добрый день. Шивырин Андрей Анатольевич, научный сотрудник, председатель Совета научной молодежи Института физики полупроводников. Институты недавно узнали, что в этом году вы существенно решили увеличить планируемое количество научных публикаций, то есть ожидаете от нас гораздо больше. чем раньше. В связи с этим есть много критики, которая, допустим, кратко сформулирована в письме клуба 1 июля. И там есть такой пункт, что увеличить, нельзя просто так увеличить количество публикаций. Для этого необходимо увеличение финансирования, причем опережающее. И у многих научных сотрудников создается такое впечатление, что министерство исходит из такого принципа, что чтобы корова меньше ела и больше давала молока, ее надо меньше кормить и больше доить. Не могли бы вы тезисно ответить на существующую критику? Готовился к этому вопросу на следующей встрече, которая у меня запланирована, но уж она здесь прозвучала, здесь на него я отвечу. А вопрос задам руководителю вашего института на следующей встрече. Почему у вас такое понимание неверное о ситуации? Я, тем не менее, отвечу на этот вопрос. Это важно очень. Количество публикаций, которые сейчас предложено в госзаданиях институтам, взято не с потолка. Мы посмотрели отчеты института уже за прошлые годы. Только не те отчеты, которые нам сдают, как учредителю, а те отчеты, которые вывешивают в публичные базы данных, по итогам которых проводится оценка институтов. Насколько результативен институт, продуктивен и так далее. Мы вычли из этих отчетов, из публичных отчетов, те проекты, которые финансируются фондами для корректности. И посмотрели, что порядковые разрывы. То есть, когда отчет учредителю, там скромненько, три статьи. А когда отчет общества, чтобы показать, что мы солидная организация, там 33. И вот сейчас в госзадании, то есть мы вместе с Академией наук наводим в этом смысле порядок. Потому что есть, там условное понимание, базовый объем бюджета, это госзадание. И конкурсный, фондовый, гранты и так далее, и так далее, разные проекты. Так уж повелось, мне сложно судить, почему так повелось. Что к базовому бюджету отношение, ну он как бы он есть, он всегда будет, там с ним можно как-то так более мягко. А вот там уже, если мы грант берем, то мы туда все результаты издадим. Мы должны сейчас скоординировать эту работу. С тем, чтобы все было очень четко. Потому что мы сегодня, объединив в одной государственной программе, все средства на проведение исследований, фундаментальные, поисковые, прикладные и так далее, и все средства на развитие высшего образования, должны сбалансированно обеспечить систему координации. И, в общем, экономические показатели везде должны синхронизированы быть. Поэтому не может одна публикация в рамках госзадания и, условно говоря, съедать 100 миллионов рублей, а в рамках гранта 10 миллионов рублей. При том, что это тема одна и та же, я говорю про сопоставимые величины. Это первая часть ответа. Вторая часть ответа, которая для вас, я считаю, вы должны это знать. Экономисты мне сегодня вопрос задавали, что я помню из курса экономики. Помню, не помню, а приходится этим оперировать. Производительность труда. Вот сегодня, это не совсем корректный, возможно, термин, но относительное количество хороших научных публикаций на одного исследователя, работающего в стране. Вот мы сегодня по этому показателю от первой пятерки стран мира пока еще отстаем. И чтобы туда прийти, нам нужно этот показатель увеличить примерно в два раза. То есть сегодня мы примерно на уровне Японии, и за прошлые пять лет удвоение произошло этих средних показателей. Понятно, что средняя температура. Но задача еще раз это сделать масштабировано. И здесь мы видим, что вопрос, первое, в корректном учете в базах данных наших же собственных уже сегодня успехов, он должен произойти и должен произойтись вот прямо, что называется, сейчас. Поэтому хорошо, что вы этот вопрос задали. Я думаю, что Валерий Иванович дополнит. Вчера я просил как раз это пообсуждать директорами между собой. Пожалуйста. Ну как раз я хотел сказать, что этот вопрос обязательно будет обсуждаться в час, когда будет встреча Михаила Михайловича с руководителями институтов и университетов. И вот от нашей же рабочей группы будут некоторые предложения по корректировке вот этой новой формулы. Я думаю, что мы сможем убедить министерство чуть-чуть, ну как растянуть вот такой резкий нарост. А то, что надо наращивать эффективность в этом, у директоров институтов, в общем, сомнений нет. Валерий Иванович, важно, я теперь к вам как к представителю совета директоров сибирскому обращусь. Важно, чтобы это не только директора сомнений не имеют, но чтобы и коллективы это понимали, особенно молодые исследователи. Потому что, собственно говоря, эту-то всю нагрузку им нужно будет взять. Нет, ну, с другой стороны, человек абсолютно прав, что надо и вкладывать, прежде всего, в приборное обеспечение, это есть в нацпроекте, и, в общем, открывать новые лаборатории под этих же молодых, да, тоже с финансированием не только зарплат, но и, в общем, приборного обеспечения. То есть это все тоже обсуждалось и будет... Ну, вот важно, чтобы это обсуждение было открытым, чтобы и молодые ученые, и коллективы в целом были в это обсуждение вовлечены с пониманием общих ограничений и общих возможностей наших принятых уже решений. Ну что? Что? Наше время вышло? Да, так быстро. Ну вот смотрите, вот прямо стоя человек, давайте мы... Ну, пожалуйста. Да, завершающий вопрос. Так быстро? Времени. Здравствуйте. Меня зовут Артем, я студент факультета философии, магистрант. У меня к вам вопрос такой, скорее, практический. Вот я на протяжении шести лет уже учусь в России и неоднократно сталкиваюсь с тем, что студенты, очники, заочники испытывают трудности с трудоустройством на работу. Я говорю об иностранных студентах. Можно ли приравнять договор на обучение в институте к разрешению на работу? Значит, решая задачу удвоения количества иностранных студентов, мы эту проблему сегодня очень четко видим. И у нас уже организована необходимая консультация с Министерством внутренних дел, который отвечает за миграционную политику, с тем, чтобы это регулирование усовершенствовать. То есть, успешность освоения образовательных программ должна быстрее приводить к возможности реализации этих знаний на практике. Потому что, помимо просто удвоения количества иностранных студентов, у нас стоит также задача предоставить возможность реализовать полученные знания здесь же, в России. Поэтому мы точно решение найдем и по этим вопросам. Спасибо вам. Спасибо большое. Это наша не последняя, я думаю, встреча.